привет вас по поводу того как в россии любят путина ну вы понимаете в чем специфика были моменты когда я как раз был в москве когда были выборы президента рсб я уже не помню 2018 мне это как-то наплевать на выборы в россии но чуть ли не все и таксисты и российских политологов обращаем политологи которые выступают фарик путин и так дальше политолог ну и соответственно обычные жители москвы всегда мне рассказать просто рассказывать поставить на выборы не ходи знаете это был такой как бы ну атрибута я на выборы президента не ходил и все происходящее понимали что выборы в россии это фикция жириновский бедно обиделся серьезно и он знаете ну вот он мог позволить открыто сказать что фальсификация то есть так он да возмущался мои 30 процента украли берзов но не знаю сколько 30 процентов но лично у него 30 процентов голосов за которые за него проголосовали забрали отдали путь и так дальше лет я так его повторить но нет то что там фальсификации все понимали по этой причине вот такой нюанс когда люди понимают что в россии нет выборов но чтоб показать что ты не поддержишься то идиота кретина я на выборы не ходил типа вот занят был не не настроение был когда результаты это выброшу там чуть ли не все прибежали тебя ты куда народ не ходит не ходил а вас такая явка нет там фальсификация стопроцентно берз смотрите какой интересный нюанс тут социологические структуры которые делают вопросы в россии сейчас немножко объясню но не все спрашивают политику нет кто-то политику но очень много социологической группы социологической компании спрашивают шампунь стиральный порошок ну знаете такие бытовые дима это более важно и я думаю ваак вам время приставали с вопросом таки выдавки отстаньте типа а вы этим пользуетесь с ним а если пользуетесь вот какие качества ну это то есть да и этих вопросов больше а политически это как бы немножко на подфарте ну что вы так немножко правильно потому что у нас почему-то политические вопросы нет политики есть но больше вопросов бытовых начиная через того что к примеру как вам услуги общественного транспорта это все так вот смотрите что произошло так вот эти компании которые занимаются вопросами сейчас невозможно в россии делать по всей россии потому что как только ты обращаешься еще но знаете ну по всем правилам человек который опрашивает он обязан объяснить что это вопрос это принципиально ну то считается что человек как ты опрашиваешь чтобы человек осознавал что он делает чтобы ты не превращал ну плюс ко всему уточнить что это совершеннолетний что он не возражает против вопрос не возражает против того что это просто будет использовано это очень важно не но это то что требует и что делает всегда нормальные социологические компании то не да если к вам приставали то чаще всего можно ли к вам задать можно по телефону то есть вот я просто может быть тет-а-тет по телефону разницы никакой тем более опыт показал что эффект но что по телефону что это никакой разницы не обязательно лично по телефону даже будет единственное что вы сами поняли вот по интернету опросы ну как вам сказать они считаются точным потому что нельзя установить кто отвечал еще очень принципиально чтобы отвечал взрослый человек но не ребенок получит ответ абсурдный и чтобы человек который отвечает согласился с тем что его опрашивают это важно так вот бедная социологическая компания в россии бедная ведь 80 процентов 80 процентов посылает их к одной матери как только узнают что они и социологическая компания причем политически даже не заикают но если вы еще бытовые как то считать действительно человек соглашается но бытовые не обязательно шампунь вот мой пример вам вас устраивает работа общественного транспорта это сантехника вот такие вопросы это что же важно а политический мать такие возмущение как-то ни за что да то же самое поймите в россии действительно ну как бы центру ввели запугали разогнали и выставить получилась ситуация сейчас человек если хочет сказать против путина понимаешь что не может потому что он понимать как ситуация звонит на его телефон хотя они предупреждают ваш телефон выбрать случайно с помощью там компьютерной программы это не все чаще все говорят что мы не лично к вам а просто так случилось так вот в чем курьез заключается что человек думает черт тебя знает а если это фсб выбрал да компьютерная программа но а если не узнать что такое ну по большому счету можно по телефону действительно нового вычислить спорить можно и не вычислить спорить это тоже ситуация я эти трюки знаю в принципе тут сказать ему можно вычислить можно нет но даже если человек там ну скажем так вот он имеет левую карточку ну телефон то думает черт не знает а если там такая электроника которая следит где я реально нахожусь а вот так раз и с на рукой данным вот так нет но есть если не можно но этим конечно кто не занимается и вообще чтобы правило пользу социологически вот эти компании они данные фсб этим всем не сливают фсб свои данные свои там технологии им не надо социологии но люди боятся пояс в россии боятся страшно боятся по этой причине действительно такой как бы методы как выставить против путина не хочу не ну действительно не хочу вот я не хочу участвовать пожалуйста добровольно очень добровольно это очень это принципиально условное что это должно быть действительно добровольно соответственно человек отказался пожалуйста 80 процентов вот это и есть реальная поддержка путина минус 80 процентов поэтому когда говорят что он за путь нет вот в вопросе участвует небольшая доля очень маленькая да причем это соглашается такие знаете жопорванцы жополизы которые да действительно поддерживают путина поэтому такие показатели а те кто не поддерживает не просто не хочу участвовать вот такая вот математик и поймите если в россии действительно можно было провести честный вопрос на это сложно быть и бояться ужасно бояться потому что этот этот побоятся не черт я знаю запинать типа запишут по телефону побоятся по интернету тоже побоятся хотя вот следят не ты в любом случае человек боится потому что в принципе да действительно путин народ запугал соответственно требует ну как в ссср в сср тоже много раз говорю представляете но представьте себе собирается там трудовой коллектив завода причем работяги все выступают как там директор партнер так выступает работяга говорит мы понимаем что в наше время не про премии надо думать а попроситься коммунизма думать ну так бредятину действительно бредятину народ говорит правильно мы за коммунизм плевать а ты все понимаешь понимает но трибуна сцена партнер ну понимаете ситуация была даже такая традиция что обязательно выступил рабочий текст его писали и он тебя просто сочитал ну бывало там носил но опять же даже если он там и матюкнется то за комиссии слуха все же да все да и даже если надо было голосовать там в принципе бывали документы а вот голосовать за принятие нового там плана или проголосовать за то чтобы выполнить пятилетку за четыре года все ура да за и кто против него сын ну партийные собрания смотрите на партийных собраниях если так случалось что кто-то воздерживался то чаще всего с этим работником потом беседовали и заканчивалось тем что вылетел в парк а если кто-то против то это вообще скандал по этой причине все за вот избирает пресс-секретаря все за секретарь обкома все за все за все за когда СССР начало разваливаться казалось что все против никто не побежал спасать СССР так все объяснение как же так столько у коммунистов до этого голосовали все за и тут все против вот то же самое в России я просто говорю что в России вот вопрос нормально сделать нельзя и по этой причине вот такие методы показывают что да действительно в России поддержка Путина очень слабая потому что большинство людей которые не поддерживают Путина ну как говорит отвечают очень просто отказывают участвовать в социалистском вопросе берите право пожалуйста в Украине в Украине другая зараза ребята у нас делать вопросы с другой стороны хуже и как говорят у нас все активно участвуют нет вы себе представьте можете активно но важный человек знаете хочет ты ему задаешь вопрос ну такой более приземленный а он хочет его еще это рассказать это рассказать про мерзавца мэра и про его любовницу про все да это нет нет это тоже запишите вопрос бывает у нас ну очень свобода и очень много ну и говоря уже о том что действительно когда вот вопросы пытаются делать политические ну задавите конкретный пример там ваше отношение к мобилизации тут человек про военкома про все а тут конкретный вопрос за против нет вот ты мне про военкома напиши как у вас подонок и сколько ведем машин вот так что это тоже есть другая проблема но уже очень активно и очень а в России всех запугали а засраться я думаю человек так много ботов мои каналы смотрят и всякую гаду спишут ну понятно боятся кого меня конечно боятся Путина боятся меня тоже все благодарю за